Друзья, всем привет! 9 августа. Перед вами Барбарис, Барбарис Тунберга, и речь сегодня пойдет о стрижке у летней Барбариса. Так как я проживаю в Челябинской области, это Уральский регион, конечно же сейчас уже поздновато стричь Барбарисы. Надо было это делать хотя бы где-то в середине июля, чтобы те почки, которые проснутся в пазухах листьев, успели вызреть до зимы. Почему сейчас поздно? Потому что сейчас уже он начал давать очень активно приросты, видите, эти приросты уже скоро пойдут на вызревание. И если я сейчас коротко просто обстригу, пока вот такие вот побеги выйдут, пока они вызреют, то есть это очень надо, достаточно много времени. И в нашей зоне, скорее всего, Барбарис просто не успеет подготовиться к зимовке. Могу об этом судить по прошлому году, потому что была сделана обрезка в конце июля, и Барбарисы очень сильно подмерзли. Подмерзли именно те формы, которые достаточно высокие, которые, скорее всего, были над снегом, вот эти вот побеги. Те, которые низкие формы, они были под снегом, они более хорошо перенесли зимовку, а вот эти высокие, они очень сильно подмерзли. То есть, да, они восстановились, проснулись нижние почки, но верхние все пришлось удалить, потому что просто побеги высохли. Вот. Ну, конечно же, в такой форме я не могу оставить. Перед вами Orange Rocket Sort. Это колоновидная форма, то есть посмотрите, какой он сейчас, в какой он форме. Он весь развалился, потому что не было летней стрижки, потому что каркас достаточно слабый. Побеги вот эти вот длинные, они прямо от основания пошли. Они достаточно тонкие, они тяжелые за счет того, что на концах у них проснулись вот эти почки. Вот. И, конечно же, если бы у меня была стрижка летняя вовремя, то сейчас он бы имел совершенно другую форму, друзья. Но у кого, возможно, такая же ситуация, как у меня, нет времени или прочее, да, покажу, что я сейчас буду делать именно с такой формой. Я буду переводить ее на вертикальные побеги, вот эти побеги, которые проснулись от почки, да, то есть я не буду кардинально низко обстригать его, я просто переведу, то есть удаляю ветку до вот этих вот вертикальных побегов. Что самое интересное, да, несмотря на то, что она колоновидная, он распадается, но вот эти приросты, они все смотрят наверх, видите, да, вот эти молодые приросты на веточках, они все смотрят наверх. Я просто сейчас просто, друзья, беру и перевожу на максимально близкий к основанию проснувшийся вот такой вот побег. Но весной мне придется в любом случае сделать низкую обрезку, потому что мне нужен сильный каркас, то есть как только у меня барбарис перезимует, я увижу, что он хорошо перезимовал, я просто сделаю, как всегда, низкую обрезку на где-то на 4-5 пар почек от основания, то есть это будет просто вот такой вот голенький пенек, он выдаст побеги хорошие уже приросты, и летом просто надо будет вовремя сделать обрезку. Еще что важно, да, что сейчас вот такой вот куст, конечно, он будет в любом случае достаточно разваленный, и я его просто на зиму буду связывать, друзья. Чтобы его под снегом еще больше не развалило, я его свяжу. Вот, ну и, конечно же, весной за счет того, что будет вот такая вот обрезка именно низкая, то есть я потеряю половину сезона, то есть я могла бы летом сейчас делать обрезку, да, низкую, он бы выдал. То есть я подняла бы его высоту еще больше, а за счет того, что я упустила вот сейчас вот эту летнюю стрижку, я ее делаю позже, тогда, получается, весной мне придется все равно низко спуститься, и вот эти вот все приросты все равно обрезать, чтобы был хороший каркас. Вот, друзья, вот прямо я говорю, максимально удаляю на все вот эти приросты. Вот эти приросты, они сейчас еще дорастут до нужного им состояния, они успеют вызреть, и он хорошо перезимует. Вот, если бы я сейчас вообще вот так вот низко спустилась, как положено, да, только сейчас бы здесь начали просыпаться почки, и, возможно, так же, как в прошлом году, у меня бы кустик подмерз. Если, конечно же, у кого-то зона, да, допустим, более комфортная, теплая, то можно сделать низкую обрезку. Обрезку у барбарисов делают на 3-4 пары почек, то есть вот он идет, прирост этого года, отсчитываем, да, раз, два, три, четыре, и вот здесь аж делаем обрезку. Если вы уверены, что у вас там сентябрь-октябрь будет теплый, без заморозков, и до зимы вот эти вот побеги успеют вызреть, тогда можно сделать такую обрезку. В крайнем случае, да, можно будет просто натянуть дуги и укрыть, то есть если у вас кустик позволяет. Вот. Что касается других форм. Вот смотрите, вот форма, например, Inspiration, это низкий барбарис. Вот смотрите, насколько он низкий. Я его сейчас трогать тоже не буду, вообще не буду, потому что, видите, он имеет хорошую форму, но крона у него не плотная, то есть как только выпадет снег, она вся просто поляшет. На зиму я его также свяжу, сейчас я его трогать уже не буду, поздновато, друзья, не буду рисковать. В прошлом году сделала в конце июля обрезку, ну и получила результат. Раскидистая форма, это сорт Наташа. Что буду делать с ним? Смотрите. Так, здесь тоже вот они пошли. Видите, насколько уже большие молодые приросты. Приросты. Вот. То есть это почки проснулись в пазухах. Я ему делала форму шара, придавала в прошлом году. То есть сейчас вот эти побеги молодые уже укорачивать не буду. Я просто вот эти основные побеги спущу максимально низко. Вот. То есть до каких-то побегов, да? Максимально низко спущусь и обрежу. А вот эти побеги уже трогать не буду. В следующем году уже буду делать весной корректирующую обрезку. Так, сорт Тинни Голд. Малыш. Малыш очень классный, друзья. Рекомендую. Посмотрите, какая форма. Растет очень медленно, конечно же. Так, здесь у меня газон немножко залез на него. Он просто обалденный. Вот такая плюшка. Тинни Голд. С ним ничего делать не буду. Вот, возможно, вот эти вот верхушки, друзья, которые вот, вы видите, да, выбиваются. Я их просто уберу. Также до приростов. Сами приросты не буду укорачивать. Сорт Саммерсанцы, да? Это колоновидная форма. Тоже смотрю по периметру, чтобы все, если все ровненько, что-то, если есть, выпираешься, перевожу на вертикаль. Вот этот побег вообще можно убрать. Вот здесь лишний. И еще один сорт колоновидный. Это Пау-Вау. Друзья, вот, буквально, да, выпирающийся побег. Перевяжу, извиняюсь, перевожу на вертикальный. Все. Грубо говоря, вот в таком виде оставляю. Но, повторюсь, буду на зиму все это придется связывать, потому что не выдержит снега вот эти побеги. То есть снег их просто придавит. Может быть, какие-то еще опоры, друзья, поставлю. Вот, что у меня получилось после обрезки осталось, да? Это такая вот щадящая обрезка. Вот, тем не менее, сколько я с него срезала. Друзья, просто перевела на вертикальные побеги по возможности. То есть просто немножко укоротила его. Вот, повторюсь, на зиму буду связывать. Инспирейшн. Буквально вот здесь вот с краешку. Наташа спустилась пониже. Вот у меня обрезка, вот обрезка от него. Валяется кучка. То есть тоже, друзья, все такое вот щадящее. То есть надо, чтобы вот эти вот побеги молодые, если я их сейчас тоже начну укорачивать, ничего не успеет в нашей зоне вызреть. Summer Sunset. Вот, срезала боковую. Также еще по периметру прошлась. Перевела на вертикаль. Tiny Gold вот здесь буквально, да? Верхушки подровняла. Вот они у меня тут несколько штучек. Все, оставила. Остальное. Так, ну и Пау-Вау вообще не трогала, друзья. Все осталось так, как есть. То есть даже тут и срезать особо нечего было. Вот, что-то сейчас еще попробую взять на черенок. То есть это такие вот зеленые приросты вот эти вот, да? Вот они еще зеленые. Макушку обрезаю. Нижние листики убираю. Попробую. Как говорится, вдруг получится еще сейчас. Как только они перезимуют, большой вопрос. Вот. Ну, красавчики. Даже с такой щадящей стрижкой красавчики. Они сейчас прямо такую краску имеют. Сочную, нарядную, красивую. Хотя еще не осень. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ